Наша тема сегодня называется «Две войны, но один враг». Все люди на этой земле, независимо от национальности или религии, или территории, где они проживают, они признают, что весь мир лежит во зле. Весь мир лежит во зле. И каждый день происходит битва между добром и злом. Родители, когда отпускают детей в школу, всегда переживают, чтобы с ними ничего не случилось. Мы, когда выезжаем из дому, думаем, благополучно доехать, выполнить работу и возвратиться в мире обратно. Это говорит о том, что борьба между добром и злом, она каждый день продолжается. Каждый день она происходит в жизни каждого из нас. Борьба между светом и злом. Борьба между добром и злом. Между жизнью и смертью. За гранью мира, в котором мы живем, существует духовный мир, который увидеть, конечно, мы физически не можем. Но он существует. Каждый человек, живущий на этой земле, он вовлечен в этот конфликт. Нет человека, который бы не был вовлечен в конфликт между добром и злом. Мы все подвергаемся этому. Но первый конфликт произошел не на земле. Не на земле. Он произошел еще на небе. Там, где жили святые существа. И вот, конечно же, тяжело представить себе, как же это возможно. Как же такое могло произойти, что святые существа, они вступили в конфликт? Один из ангелов, или высшего состава ангелов, это осеняющий Херувим, имя которому было Люцифер. И Библия о нем говорит так. Иезекииль, 28 глава, 14 текст. Иезекииль, 28, 14. Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божией. Ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. Как понять? Совершенный, святой, максимально высокое положение. И до тех пор, пока в тебе не нашлось беззаконие. Нам это сложно понять, но легко представить себе другую картину. Вы выходите замуж. Проживаете какое-то время. А потом начинаете открывать. Того, чего вы раньше не видели. Какие-то очень серьезные недостатки в человеке. И говорите, как же я не разглядела, ну или не разглядел, что чаще не знаю, в тебе вот такого вот. Человек обманывает, человек изменяет, человек оскорбляет. Как так? И мы открываем это через какое-то время. В данном случае понятно, люди, они люди. Они испорчены, они пропитаны грехом. Но когда мы говорим о святом существе, которое было сотворено, и написано, ты был совершенным. То есть совершенно, абсолютно совершенным. Я хочу сказать, что этот вопрос останется тайной до пришествия нашего Господа. Это та тайна, в которую пытаются проникнуть ангелы и другие небесные существа. Исайя немножко дальше говорит больше об этом. Исайя 14 глава, 12 текст. Как упал ты с неба, одиница, сын зари, разбился о землю, попиравшие народы. А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой, сяду на горе, в сонми богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Это мечта, это мечта, это желание. Это то, что зародилось в сердце вот совершенного. Но ты не свержен в ад, в глубины преисподней. Вы знаете, на небе существовали физические законы. Законы, которые установил Бог. Что-то можно, что-то нельзя. И вот Люцифер, он начал их нарушать. Кто-то говорит, что закон Божий, он был дан только Моисею на горе Синай. Это абсолютно неверно. Абсолютно неверно. Потому что, когда мы читаем, что Каин согрешил, что такое грех? Послание к Риму нам говорит, грех это нарушение закона. Когда Каин согрешил, значит он сделал грех, он совершил этот грех. Или непослушание. Это тоже грех. Это то, что Адам и Ева совершили. Еще один текст, подтверждение тому, что закон был вечно. Это 110-й Псалтырь, 7-й текст. И 8-й. 110-й. 7-й текст. Дела рук его истина, и суд его, заповеди его все верны. Тверды навеки и навеки, основаны на истине и правоте. На веки и веки. Они основаны на правоте. То есть, другими словами, что такое закон Божий? Закон Божий – это отражение его характера. Это черты его характера. Это такой, какой он есть. Когда мы говорим о десяти заповедях, хотя мы никогда не ограничимся в десяти, потому что вся Тора – это закон Божий. Это вся Тора – Божий закон. Но в четырех, в десяти заповедях как бы сжато, знаете, представлен, кто такой Бог. Если мы говорим о первых четырех, это характер Бога, кто он есть. Это территория его управления, небо и земля. Когда мы говорим о шести последующих, это отношение Бога к человеку и человека к человеку. Вот так вот наш Бог, он, скажем, отображен в этих заповедях. Хотя мы говорим, что заповеди – это не только десять, это вся Тора. И вот Откровение, 12 глава, она говорит нам о том, что произошла на небе война. Это большая трагедия, которая произошла еще до сотворения мира, до сотворения земли. Откровение 12.7 написано – на небе произошла война. Библия говорит, что на небе произошло. Друзья мои, тот же дух, который начал войну на небе, тот же дух сегодня начинает войны на земле. К сожалению, автор воин сегодня не Бог. Автор воин сегодня Сатана. Это тот, который восстал против Бога. И сегодня, к сожалению, эти войны, они продолжают происходить в семьях. Они сегодня продолжают происходить в обществе. Они сегодня происходят в церкви. Они сегодня происходят между родственниками, между государствами, между братскими народами. К сожалению, друзья, это сегодня продолжается. Наша тема называется «Две войны». Хотите, назовите три войны. Я назвал две, потому что одна духовная, а одна физическая. И та, и та война, она происходит от одного автора. Автор – это дьявол. Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом, как же дьяволу удалось, удалось, так скажем, сбить с толку следования за Господом, удалось сбить следование за Господом святых существ? Как? Как это удалось? Один из ответов, я бы сказал, это обман. Обман. Он просто обманул. Он поступил нечестно. Он начал обманывать. Он начал проявлять хитрость. И хочу сказать, что ангелы оставляют послушание Господу и начинают следовать за дьяволом. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на один момент, что невозможно одновременно служить Господу и служить дьяволу. Или служить злу, служить греху. Абсолютно невозможно. Они оставляют служение Богу и начинают служить дьяволу. Я проводил как-то раньше много евангельских программ, и много людей приходило к Богу в то время. Очень много. И когда люди приходили, они принадлежали разным церквям. Кто-то православный, кто-то католик, кто-то баптист, кто-то еще адвентист, где-то, знаете, отошедший. Разные, разные приходили люди и говорили следующее. Вы знаете, мы вот празднуем первый день недели, это воскресенье. А мы узнали, что суббота – светлый день. Можно ли мы будем праздновать два дня? А я говорю, ну, в принципе, ничего плохого – отдыхать два дня. Но праздновать два дня – это противоречит Библии. Почему? Потому что Библия говорит, что Бог определил один день. Это святой день от сотворения мира. Написано во второй главе «Бог благословил и осветил». Поэтому я почему сегодня привожу пример, потому что вы не можете двум господам служить сразу. Вы не можете следовать в двух направлениях. Вы обязательно должны переключиться от одного к другому. Это невозможно. Иначе это нечестно. Это нечестно. Мы говорим о послушании, друзья мои. И каждый из нас человек должен определиться. Или он живет с семьей, или он живет вне семьи. Хватит обманывать. Или он служит Богу, или он служит греху и дьяволу. Тоже определиться. Хватит обманывать. Тогда легче становится жить для самого себя. Вы знаете, в Евангелии от Марка написан очень интересный текст. Седьмая глава, восьмой текст. Восьмой и девятый. Евангелие от Марка, 7-8. «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого». Третий текст, как звучит? Третье слово, как звучит? «Ибо вы, оставили». Нельзя не оставить. Друзья мои, ну нельзя не оставить. Ты обязательно что-то должен определиться. И Господь, как бы укоряя здесь фарисееве, говорит, «Вы оставили заповедь Божью». Вы предания держите человеческих. Там дальше перечисляется. И девятый текст говорит, и сказал им, «А хорошо ли, что вы отменяете Божье, чтобы соблюсти предание какое-то человеческое?» Отменяете. То есть, человек не может сидеть на двух стульях сразу. И второзаконие, 28 глава, с первого текста. Второзаконие, 28 глава, с первого текста. Здесь перечисляется благословение. Но опять же, в случае, если, вот буквально с первого текста. «Если когда ты перейдешь за Иордан, в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, и будешь слушать голоса Бога твоего, и будешь тщательно исполнять заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше народа земли». То есть, понимаете, опять какое-то есть условие. Бог говорит, необходимо для того, чтобы быть благословенным, определиться. Будешь ли ты слушать голоса Бога? Будешь ли ты следовать заповедям Его? Опять же, еще раз хочу сказать, что вся Тора – это заповедь. Божье Слово – это Божья заповедь. Мы не можем одновременно, друзья, следовать двум господам. Послушание – это что-то важное. И вот интересно, что о послушании говорит даже 10 заповедей. Вторая заповедь из них. «Не делай себе кумира и никакого изображения, да? Не того, что на небе вверху, на земле внизу и в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Почему? Ну, потому что я Господь Бог, он говорит. Я Бог-ревенитель. Я даже наказываю детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Но я оттворю милость до тысячи родов тех, кто любит меня и соблюдает заповеди мои. То есть, Слово Божье здесь выделяет такой главный момент. Не кумир, а Бог. Не какой-то идол, а Бог. Не какие-то человеческие постановления и заповеди, а Бог. То есть, опять же, определение. Честность и порядочность и определение. Будь честным перед Богом. Будь честным перед ближними. Будь честным в своей семье. Будь честным на работе. Определись, кому ты служишь. Интересно, что... И, конечно же, дальше упоминается... Во второй заповеди говорят, все остальные заповеди упоминаются тоже. И вот в Новом Завете я хотел бы обратить ваше внимание на 1 Иоанна, 5 глава, 3 текст. 1 Иоанна, 5 глава, 3 текст. Ибо это есть любовь к Богу. Чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его какие? Нетяжкие. Кто-то мне всегда говорил, что заповедь невозможна. Но Бог говорит через Иоанна, что это не тяжкие. И Он их дает. То есть Он не может дать то, что невозможно человеку, чем пользоваться, жить и соблюдать. Павел говорил, что Я все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе. И мы с вами уже читали Марка, 7 главу. И вот еще раз хочу обратиться к этому тексту. Написано, чьи отначтут Меня, уча учением чему? Заповедям человеческим. Человеческим. То есть, Слово Божье говорит, вы просто напрасно теряете время. По-английски есть такое выражение wasting time. То есть, вы просто на воздуху тратите время. Зачем вы это делаете? Не тратьте зря время. Не тратьте зря время. Соблюдайте Божье Слово. А заповедь человеческий – это просто трата времени. Поэтому хочу сказать, что Бог принимает поклонение только на основании Слова Божьего. То есть, послушание Слову Божьему, послушание истине Его. И вот вчера мы уже вспоминали о Сауле на вечериней проповеди. Вспоминали об этой личности, очень много говорили. И я хотел бы сегодня один текст только вспомнить. Может быть, два текста. И они тоже говорят о важности послушания. 1 Царств 15-22. «И отвечал Самуил, неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание Господу?» Мы вчера читали, мы вчера слушали проповедь, и я в этом убедился, что мы слушали, потому что мы сегодня замаликитян вспомнили в субботней школе. И странина говорит, я забыл, какое слово она сказала, но сказала, что это очень плохие люди. Я говорю, откуда вы знаете? Проповедь еще раз слушал. То есть, ну, онлайн. Вчера она слушала более 30 человек. И вот мы определились, что это очень сложные люди, плохие люди, гнусные, поступали зверски. И Слово Божье... И мы услышали вчера, что жертвоприношение – это не просто, знаете, ну, как понимал еврейский народ. Вот, что это символ того, что когда-то Мессия придет в образе тоже как жертва на эту землю. А жертвоприношение у язычника было задобрить Бога, купить его, задобрить его, знаете, ну, вот тебе, вот что еще надо, вот я ж тебе... И Слово, к сожалению, когда начал съезжать, съезжать с позиции истинного человека, верующего туда вниз, он тоже начал так понимать, что раз тебе вот, ну, тебе жертва, вот я ж тебя как бы задобрил, я тебя купил. А Бог говорит, нет, 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 вот это все мне не надо. Вот это ваши все, вот ваши жертвоприношения, ваши похождения. Вот вы пришли, вы появились тут, вы думаете, что вы жертву Богу принесли, ну, как бы время потратили. Да это Богу, это сто лет не надо, это нам надо с вами, понимаете? Поэтому Слово Божье говорит, что послушание – это лучше жертва, и повиновение – это лучше туковнов. То есть туковнов, это, знаете, считалось там, ну, самое-самое. А он говорит, нет, 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 это мне все не надо. Почему? Потому что непокорность – это такой же грех, как что? Как волшебство. Вчера текст считали. Такое, как волшебство. И противление – то же самое, что идолопоклонство. Давайте мы сделаем такой стейтмент. Это итог такой. Высшая форма поклонения Богу – это послушание. Спасибо. Еще раз давайте повторим. Высшая форма поклонения Богу – это послушание. Спасибо. Знаете, когда мы повторяем, мне кажется, мы это уже так будем и делать. Давайте мы вспомним историю про отца Авраама. Посмотрим, как многое зависело от Авраама. В 12 главе Бытия, в 12 главе Бытия, первый текст, сказано, 12-1 Бытие. «И сказал Господь Бог Аврааму, пойди из земли твоей, от роства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Бог к чему-то призывает Авраама. Мы, как правило, равняемся на Авраама. Ну, не во всех случаях, но в основном равняемся на Авраама. И говорим, вот, отец наш Авраам. Дальше Бог говорит два условия. Послушайте. «Я произведу от тебя великий народ, я благословлю тебя, во обетование вернее, я возвеличу имя твое, ты будешь в благословении, и третий текст, я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные». То есть, Бог говорит, если Авраам покинет свою землю, если Авраам послушается и покинет насиженное место, то он сделает для него три вещи. Первое. Он станет благословением в земле, в которую он идет. Он станет благословением в земле, в которую он идет. Благословением для кого? Для окружающих, правда? Он благословением для окружающих. Второй момент. Он мог стать благословением в земле, в которой он идет. И второе повеление. Благословение Аврааму, оно следовало... Он становится... Послушайте, я хотел прочитать еще раз текст этот. Сейчас, секундочку. Я произведу от тебя, великий народ, благословю тебя. Вот тебя благословю, это первое. Возвеличу тебя. И ты будешь в благословении. Благословение. Благословлю благословляющих тебя. И в тебе благословятся все племена земные. То есть, первый момент. Бог говорит, ты будешь в благословении. А второй момент. Те, кто рядом с тобой, будут в благословении. То есть, Бог обещает произвести великий народ. Бог обещает благословить его и возвеличить имя его. И мы все это находим. Мы все это находим. Бог производит великий народ. И мы об этом читаем, и не раз упоминается об этом. И, друзья мои, все это дает ему способность быть благословением. Благословением при условии, если Авраам послушается. Если ты послушаешься, я тебе даю вот эти благословения. Первое. Благословить благословляющих. Проклинается проклинающих. И благословить в Аврааме все племена земные. Друзья мои. Наше послушание к Богу, оно может стать благословением для кого-то. Оно может стать благословением, мало того, не только для нас, для окружающих нас людей. Благословлю благословляющих тебя. В тебе благословятся все племена земные. Проклину проклинающих, это означает, что незаслуженное проклятие не сбудется. То, что проклятие, какое бы в адрес твой ни сказали, оно не сбудется, если оно незаслуженное. Поэтому, друзья мои, Слово Божье нам говорит о послушании. Какое огромное преимущество имеет послушание. А вот в Иоанна, в первом послании Иоанна, 3 глава, 21 текст, написано следующее. Евангелие от Иоанна, вернее, 1 Иоанна, 1 Иоанна 3, 21. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то и мы имеем дерзновение к Богу. И чего не просим, получаем от Него. Если бы остановиться только на этой части, то казалось бы, ну вообще, вообще шикарно. Все возможно. Попросил, и вот оно тебе, да? Господи, хочу новую машину. Раз. Хочу мужа хорошего. Есть. А там дальше есть условия, смотрите. Вам перечитать первую часть или вторую уже? Неля, вторая, да? Ну хорошо, вторую читаю. Написано, чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его. И делаем благоугодное перед Ним. Так все-таки от чего зависит хороший муж и новая машина? Друзья мои, а Слово Божие говорит, если соблюдаем заповеди Его. Если делаем благоугодное перед Ним. Если. То есть у Бога есть условия, это опять же, друзья, условия послушания. И хочу сказать, что в последнее время дьявол, он атакует народ свой. Он просто атакует его. И это не было только в последнее время, но в последнее время очень активно. Откровение 12 глава, 17 текст говорит как раз об этом. 12-17, многие его знают на память. Многие знают. И расцерепел дракона жену. И пошел, чтобы вступить в брань. С кем? С прочими от семени. То есть с детьми, то есть с членами церкви. А это не просто. Это написано, это те, которые сохраняют его заповеди. Заповеди Божьи. Такое простое, знаете, я иду на работу, у меня там что-то не получается. У меня вопрос, ну как это может быть связано с заповедями? Как это может быть связано с послушанием Божьим? Ну как? Ну как? Очень напрямую, друзья. Очень. Потому что это также сфера благословения. Это сфера послушания. Это сфера доверия Богу. Поймите, автомобиль это не руль. Автомобиль это не колесо. Но без колеса и руля он не едет. Это все вместе. Это комплекс, это послушание, друзья мои. Дьявол сегодня вступает в брань с теми, которые стремятся следовать Божьей истине. Интересный текст я нашел, когда готовился к этой теме. Второе послание Коринфянам 2.11. Второе послание Коринфянам 2.11. Послушайте, что говорит этот текст. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, потому что нам не безизвестны его умыслы. Павел говорит, чтобы нам сатана не нанес ущерба, потому что нам известны его умыслы. Или не безизвестны. Какие вообще умыслы дьявола? Какая цель у дьявола? Правильно. Десятая глава Иоанна, десятый текст. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить, погубить. Это вор приходит. Для чего пришел Господь? Чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. И сегодня мы перед выбором. Друзья мои, мы единственное творение в этом мире, на земле, наделенное интеллектом. Поэтому мы способны рассуждать. Для этого Бог дает нам мозги, чтобы мы ними пользовались. Это не только, чтобы выполнить работу. Это не только, чтобы родить ребенка. Это не только, чтобы купить что-то. Это в общем, чтобы пользоваться. И чтобы мы могли делать какую-то связь между нашей жизнью, между нашими отношениями в семье, между нашим благословением на работе, между тем, насколько мы благословлены вообще по жизни и между тем, как мы следуем Слову Божию. Чтобы мы могли это все связать. Потому что мы живем оторваны от мира, ничего у нас не получится. И вот интересный момент. Я думаю, какой же пример подобрать вот к этому? К тому, чтобы все-таки мы знали, что у дьявола есть умыслы. Вот интересный пример записан в книге Судзи. В книге Судзи. 18 глава, 7 текст. Книга Судзи. Очень интересная история записана. Она мне не нравится. Она не нравится, что она такая есть. Но я вам ее прочитаю. Колено Дана искала себе, где бы какое место найти, чтобы пожить в хорошем месте. И вот написано, это из Колено Дана. Пришли пять мужей, пришли в Лаис. И увидели там народ, который живет, написано, спокойно. По обычаю, свидания не очень хорошо. Написано, тих, беспечен. И не было в той земле, кто бы их обижал. Или в чем бы какую-то власть над ними кто-то имел. От седонян они жили далеко. И ни с кем не было у них никакого дела. Земля хорошая. Живут спокойно. Никто не трогает. Все есть. Седоняне, они управлялись царями. Потому что царь Седонский был. А они даже в стороне жили. Написано, что даже царь над ними не управлял. Ну, просто рай на земле. Все шикарно. И вот тут приходят эти, сколько их человек? Пять человек. И говорят, ух ты, смотри. Ничего себе. У них уже и площадь европейская есть. Они уже вот как поднялись. И живут лучше. И дороги стали строить хорошие. Ух ты, смотри. Давайте девятый почитаем. И сказали, встанем, пойдем на них. Мы видели землю. Она хорошая. А вы еще думайте. Что вы медлите? Пойдите и возьмите ее в наследие. Друзья мои, нам библейская история говорит дальше. Пришли и всех убили. Никого вообще не оставили. Всех убили. От мала до великого. Всех убили. И завладели этой землей. Друзья мои, это знаете, что называется? Это не знать время, в которое ты живешь. Это жить беспечно. У меня все хорошо. У меня хороший заработок. У меня есть работа. У меня есть где жить. У меня все есть. В семье все нормально. Но не оценивая вообще время, в которое мы живем. Не оценивая. Заповеди Божьи на задворках. Ну, суббота такое дело. Надо прийти. Надо прийти. То есть сейчас просят, что не пришел. Надо прийти. Если это у нас просто так, то Библия, знаете, что говорит? Зачем мне нужны ваши жертвы? Зачем? Вот зачем? Вы хотите меня просто задобрить? Мне это не надо. Если кому-то это надо, то это нам надо. Бог говорит, я благословлю тебя. Я могу оградить тебя от этих людей. Кстати, кто такие седоняне? Седоняне, они произошли от потомка Ханаана. А кто такой Ханаан? А это сын Хамма. А кто такой Хам? Это сын Ноя. А кто такой Ной? Это тот, который спасся от вод потопа. Так вот, спастись от вот потопа, это еще не означает, что все твое поколение будет в благословении. И они стали поклоняться языческим богам. Седонское божество, помните, да? Там есть вот такое, у меня есть, я просто начал исследовать этот вопрос. Это идолопоклонники, это люди, которые жили просто действительно беспечно вот так вот, ни о чем не думали, и Бог им сто лет не нужен был. Так вот случается в жизни. Когда нам Бог не нужен, друзья мои, когда Бог где-то у нас только на иконе, или где-то на крестике, или где-то еще дальше, хочу сказать, что враги атакуют и отнимут все, что у нас есть. И нас не оставят живых. Это тогда, когда мы живем без Бога. Это тогда, когда Бог где-то далеко от нас. Но нам, верующим, тяжело понять, как это жить верующим без Бога. Но я сейчас готовлю другую проповедь, как это верующие живут без Бога. И вот тогда мы узнаем, оказывается, возможно. Возможно быть верующим и жить без Бога. И верующим это хуже всего, потому что тот знает, что ему нужен Бог, а верующий думает, что у него уже есть Бог. Но он без него живет. Поэтому Бог так устроил наш организм, послушайте, медики, медики, послушайте. Бог так устроил наш организм, что как только попадает какая-то инфекция, или какой-то вирус, тысячи защитных элементов включаются, чтобы ее побороть. Подавается температура, вас трясти начинает. Идет борьба, борьба за выживание. Организм борется за жизнь. Вы порезали, кровь сворачивается. Бог так устроил. Корочка отпала, и места не осталось. Бог так устроил организм. Вопрос в другом. А как быть, когда духовный мир атакован в нас? Что тогда делать? Бог все предусмотрел. Физически все нормально. А вот духовному, друзья, Бог предоставил свободу. И говорит, вот тебе добро, и вот тебе слух. Ты свободен выбрать то, что тебе угодно. Поэтому бодрствуйте, который час не думать придет. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли трезвиться и бодрствовать. Потому что дьявол ходит, как рыковище лев, ища кого поглотить. Наша тема называлась «Две войны, один враг». Верю, что враг уже побежден. Библия говорит, претерпевший до конца спасется. Аминь. Помолимся. Господь, благодарны Тебе за благословения Твои, за любовь Твою, за милость, за охрану ангелов. Господи, за то, что Ты сегодня благословил нас в том, что могли услышать Слово Твое, могли прийти на это место. Помоги нам трезво смотреть на жизнь. Помоги нам не привыкать к тому, что мы все знаем. Помоги нам помнить, что дьявол, он ходит, он ищет. Услышь мою молитву. Будь прославлен через наше служение сегодня. Во имя Иисуса. Аминь.